ПЕСНЯ В первой неделе Великого Поста церковь отмечает праздник Торжества Православия. Он совершается в память о том дне, когда Православная Церковь отвоевала право почитания икон и навсегда покончила с иконоборчеством. В старейшем храме Новосибирска в Вознесенском кафедральном соборе по традиции проходят главные церковные торжества. И сегодня, в праздничный день, в храм пришли не только его прихожане, но и верующие из разных районов города. Божественную литургию в день Торжества Православия возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении духовенства. По окончании литургии Владыка Никодим возглавил особый чин Торжества Православия. В нем правосглашается Торжество Церкви, возглашаются ее главные догматы, утверждаются постановления Вселенских Соборов. Наимачье прославим виновников всех благ, Бога и Жасы благословен в веки. Веруем, военте благополучно. Особое место в службе занимает чин анафематствования людей, сознательно отошедших от Церкви. Анафема – это факт того, что сам человек выбрал путь, отличный от пути с Церковью. Поживу во пленяющих разум свой в посвящении Божественного Откровения и подвязавшихся за он и углажаем и восхваляем, так во противящихся всей истине, аще и ожидавшему их обращения и раскаяния Господу, не покаяшися, священному Писанию последующей и первенствующей Церкви, преданий держащейся, отлучаем и анафематствуем, Благолющим Бога, не быть и дух, но плоть, или не быть и его праведно, милосерда, премудро всередуща, и иные хулея произносящим анафематствуем, Церковь молится о заблуждающихся и о сохранении их в истинной вере Христовой. Первый воскресный день Святой Четыридесятницы. Святая Церковь совершает чин торжества православия, свидетельствуя о том, что вера наша правая, что вера наша истинная, и что все мы обретем Царствие Небесное у Господа нашего Иисуса Христа. И несмотря на то, что в миру бывают гонения на нас, бывают нас обижают, мы знаем истину, мы ведаем, что все, что должно совершиться для нашего спасения, уже совершилось. И поэтому все мы торжествуем. Всех вас поздравляю с воскресным днем и желаю крепость душевных и телесных сил. Аминь. В Большом зале мэрии Новосибирска состоялось традиционное подписание ежегодного плана совместных мероприятий, проводимых Новосибирской епархией и городской властью на 2020 год. Уважаемые участники торжественного собрания, мы переходим к процедуре подписания плана мероприятий по поддержке духовно-просветительской и социально-благотворительной деятельности Новосибирской епархии Русской Православной Церкви в Новосибирске в 2020 году. Совместный план подписывают митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, мэр города Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть. В реализации совместного плана участвуют структурные подразделения мэрий, администрации районов города, муниципальные учреждения культуры, спорта, образования, социальной поддержки, молодежной политики и отделы Новосибирской епархии. Мы планировали строить примерно два храма в год. Что у нас получается? Но в прошлом году у нас получилось почему-то разложить сразу пять храмов. Один построили полностью, остальные четыре, скорее всего, закончим в этом году. И в дальнейшем у нас так и будет, что примерно два храма в год с нуля будут строиться у нас в городе Новосибирске. Это будут небольшие храмы. Примерно до двухсот человек, может быть, даже поменьше. Они будут ориентированы на то, чтобы человек, выйдя из дома, ему не надо было садиться на троллейбус, трамвай, ехать на метро куда-то далеко. Порой бывает так, что женщине очень важно привезти своего маленького ребенка, причаститься в храм рядышком, старому человеку подойти в храм, получить там помощь, наставление, подросткам прийти. То есть, вместо такого культурного притяжения, вот с этой точки зрения, храм в шаговой доступности, вот мы и начнем строить. Особенно это важно окраины города. В центре города есть храмы, прекрасные храмы, уникальные храмы. А вот на окраинах чаще всего почему-то забывают. Строят большие высотки, потом строят школы, детские сады, но человеку нужен храм. И вот здесь мы как раз и будем спешить, чтобы все человеку, извините за вражение, с доставкой на дом. Мы должны заботиться о жителях Новосибирска. Если ты говоришь, я патриот города, то должен делами показать о том, как ты любишь город и как заботишься о жителях этого города. Вот мы теперь это стараемся сделать. Особое внимание в документе уделяется вопросам социальной поддержки населения, сохранению традиционных ценностей, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Большой совместной работой должна стать подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы. Мы вместе участвуем во всех различных таких мероприятиях, которые связаны с важнейшими понятиями для нашей Родины. Но при этом мне хотелось добавить, что на каждом приходе города Новосибирска будут проведены различные мероприятия, посвященные Дню Победы. И общие мероприятия для всего прихода. И отдельные мероприятия, например, для ветеранов, для взрослых людей. Отдельные мероприятия для подрастающего поколения. Отдельные мероприятия для детей. С каждым говорить можно по-разному. Но важно то, что мы все вместе стремимся напомнить о том, что мы народ-победитель. Вот память об этом должна быть в сердце каждого человека. В день торжества православия в Новосибирск пришла весна. Под звуки духовных песнопений в исполнении хора храма во имя святого благоверного князя Олега Брянского в Епархиальном доме молодежи открылась выставка молодых художников. Организаторами выставки выступили молодежный отдел Новосибирской епархии и художественная мастерская Троица Владимировского собора. Знаете, в этом году немножко необычно встречаем весну. Обычно весна для нас означает это наступление Великого поста, но здесь Троица Владимировский собор предложил такую необычную идею. Наше дело ее поддержал. Ну, вот таким образом получилось сегодня встреча весны. На улице похолодало, а здесь тепло и уютно. Когда в церкви вспоминают иконоборчество, мы вот такое организовали выставку именно православных молодых людей, которые связаны с православием и хотят передать именно вот этот дух, который у них есть. Год назад при Троице Владимировском соборе открылась художественная мастерская. Это новое направление в молодежной работе прихода. В мастерской проходят уроки рисования для детей и взрослых, мастер-классы профессиональных художников, встречи с интересными людьми. Руководит художественной мастерской прихожанка храма Валерия Ёлкина. В этом году она заканчивает обучение в архитектурно-строительном колледже. Я подумала, почему бы не объединить православных художников. И я знаю, что у нас есть в Новосибирске объединение православных архитекторов, которые протеорей Вячеслав Шуберт создал. И это меня тоже вдохновило. Я подумала, если есть православные архитекторы, почему бы не создать православных художников. Представленной экспозицией все картины объединены общей тематикой православия в Сибири. Каждую из своих работ художники привнесли в собственный взгляд на мир и частицу своей души. Мы очень рады, что сюда пришли на такую выставку. Смотрим на картины эти, прям вдохновление появляется, радость такая, спокойствие, умиротворение. Смотришь на картины и вдохновляешься. Хочется тоже взяться за кисть и рисовать. Для большинства молодых художников участие в выставке первый шаг на пути к зрителю. Они трепетно наблюдают за эмоциями посетителей и внимательно прислушиваются к мнению профессионалов. Красоту наших соборов, наших храмов, что они очень красивые и необычные. Вот именно вот это я хотел подчеркнуть. А вот собор Александра Невского я вот его именно выделил особенно, потому что он является такой визитной карточкой города Новосибирска. Еще вот этот памятник страста терпцам Николаю и сыну его Алексею. Потому что вот это прям такая самая глобальная постройка, мне кажется, православная в нашем городе. Примечательно, что открытие художественной выставки сопровождало и дополняло духовное песнопение. Написанные красками храмы словно оживали, наполнились звуками и обретали звучание. После просмотра или прослушивания то есть ты остаешься измененной уже не прежней. И в этом музыка и искусство похоже то, что мы дарим какие-то чувства. Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе «Время ваших вопросов» вот первый. Хочется понять, как оберегает нас наш ангел-хранитель, как ощутить его присутствие в собственной жизни и войти в диалог, если так можно сказать. Хорошо, что в этом вопросе содержится некое все-таки сомнение, да, и вот можно ли так сказать. Действительно, нужно быть поаккуратней с разного рода религиозными, духовными ощущениями. Поаккуратней надо. Вот Священное Писание нас предупреждает «не всякому духу верьте, проверяйте от Бога ли он». Вот человек, как кидается с крайность в крайность, то бревно бесчувственное, то вдруг начинаются у него поиски каких-то там откровений. И в этой связи, не обладая должным опытом духовным, можно попасть на фальшивую ноту. Знаете, как музыканты, да, вот малейшая фальшивая нота, они слышат ее стоп, там на бемольку в этом, пожалуйста, слишком там опустили. Также и в сфере духовной. Вот нет этого духовного опыта, можно что-то такое, какое-то видение, ощущение, впечатление принять за истину. Сатана Акелев, рыкающий, ходит, ища кого поглотить, говорит нам Священное Писание. Поэтому крайне нужно быть аккуратным. Как оберегает? Так оберегает. Кто же не оберегает разы? Разы не ощущаем этого присутствия в своей жизни? Сколько было ни в жизни, неприятности? И мы уже привыкли, что все хорошо, все избежали, то или иной. Хранит нас Господь. Бывает, что им попускает случиться в нашей жизни каким-то испытаниям и трудностям. Ну, а в конце концов, а где закаляется душа человеческая, как не в преодолении каких-то неприятностей? Не всегда бывает, что все, ваша дорога будет устанена розовыми лилиями. Нет. Бывает, что Господь, как ребеночка, вот он маленький, вот он только родился, его родители носит на ручках, там все. Ну, где-то ближе годика уже начинают ставить на ножки. Ну-ка, давай, иди сам. Где-то ребеночка даже упадет, может, даже шишку набьет, поплачет, ну, припоцелуем, приголубим. Так и Господь и от нас бывает требует. Ну-ка, родной мой, ты и сам-то тоже давай как-то вот набивай шишки-то, преодолевай трудности. Поэтому не нужно обольщаться, что-то у нас случилось, ой, Бог от меня отступил. Да нет. А ощущать вот это нужно поменьше, нужно принимать это, соглашаться с этим. Да, видеть просто это в реальной жизни помощь Божию. А вот в диалоге поаккуратнее. Почему меня это немножко пугает? Потому что у нас распространена сегодня литература все возможнейшие. Заходишь в книжный магазин и там, о-о-о, по основам религии целые там полки, а там, откровенно говоря, содержание этих полок пугает. Вот. Меня как священник. Да и любого более-менее духовно воспитанного человека. Там есть такие вещи, откровения каких-то ангелов, там еще что-то. Поаккуратнее, поаккуратнее. Не надо. Это не та литература, которая может помочь нам в нашей духовной жизни. А как бы не погубила. Еще вопрос. Помогите, пожалуйста, ответом на мой вопрос или поставите, куда с ним обратиться. Я женат вторым браком. Прожили мы с женой только в официальном браке 12 лет, а сейчас пришли к тому, что хотим обвенчаться. А вопрос в том, что в первом браке уже был венчан. И хотя в 90-е это было на потоке, без какого-то осознания, но тем не менее, что можно сделать в такой ситуации? Беда. Да, у нас одно время такая была мода на все религиозное. Экзальтация такая чрезмерная. В том числе и венчались по несколько пар на дню. А оказалось, что того мало. Надо самому еще соответствовать той степени благодати, которую ты получил. Надо было как-то ее хранить, приумножать. Вот разошлись, брак был уже уничтожен. Церковь не совершает разводов церковных. Он недопустим, практически единичные какие-то случаи, которые допустим развод. А как правило, что-то пожили, не сошлись, характер не разошлись. Церковь не может с этим согласиться, но вы уже всей своей жизнью брак прекратили. И брак уже прекращен. Вам нужно обратиться в епархию, к управляющему вашей епархии, Новосибирской, в Новосибирске, если это в области, то к владыкам нашим, которые у нас в области являются управляющими областными епархиями, с просьбой признать ваш брак, который был у вас до этого недействительным, прекратившим свое существование. А вот дальше, позволено ли будет второй раз вам венчаться, это нужно уже то же самое спрашивать благосостояние владыки. К сожалению, вот это очень серьезная вещь. Мы вот думали, а что там? Нет, очень сложно. Все это придется, как и констатация прекращения вашего брака первого, так и второе венчание, если оно будет позволено. Надо разбираться, что произошло. Это уже тоже будет решение на епархиальным архиереем будет принято. Поэтому нужно обратиться в епархию с письменным прошением по тому и по другому случаю. И уж там помолитесь, как уж там все сложится. Еще вопрос. Скажите, будет ли считаться грехом смена страны для жительства? Мы всерьез задумались о перемене мест для жизни. Понимаете, грех, вот мы думаем, что грех – это непременно какой-то плохой поступок. А когда человек не сделал что-то доброго, не будет ли это являться грехом? Прошел равнодушно мимо того, кто нуждается в помощи. Он уже никого не толкал, не пихал. Кто-то подсказался на его глазах, он прошел мимо. И только вечером, может, стало стыдно. Что же я не помог человеку-то? Вот грех-то или нет? Грех очевидно. Понимаете, вот грех – это слишком сложное понятие. Хотя, в общем-то, все просто. Вот апостол объясняет, что такое грех, в очень простом выражении. Он говорит, грех – это ошибка. Это не просто какой-то дурной поступок, а это ошибка. Вот совершите ли вы ошибку, если вы бросите свою страну, которая была полита потом, и кровью ваших родных и близких, переберетесь туда, где слаще и вкуснее. Ну, мое личное мнение, как гражданина страны, которую вы бросаете, и убираете из нее вон, негативное. Священник вам скажет, да нет, не Эрина, не Иудея, пожалуйста. И в той, и в той, и в другой стране тоже, наверное, есть православная церковь. Молитесь Богу, спасетесь. А вот будет ли это являться грехом, подумайте. Потому что слишком много факторов. Дети, внуки, вы там собираетесь жить, в какой стране будут жить ваши потомки. На кого вы бросаете эту страну? Разберитесь в этом. Не хотелось, чтобы это выглядело, как бегство. Знаете, крысы летят. То ли птицы летят в перелет, то ли крысы бегут с корабля. Помните, была такая песенка в 80-х годах 20-го века. Вот, подумайте, посоветуйтесь со священником, подумайте, взвесьте все за и против. Потому что русская однородная поговорка говорит, где родился, там изгодился. Если вас что-то здесь не устраивает, ну, а вы точно все сделали для того, чтобы здесь жизнь стала более благоденственной, чем она была до этого. Точно все? Или просто намереваетесь бросить ее и отправиться во своясь? Подумайте. Еще вопрос. Подскажите, почему крест на здании митрополии смотрит в другую сторону, чем крест на соборе Сан-Раневского? Я знаю, что крест ставится в сторону, куда смотрит алтарь, на восток. Вот. И так. Да, действительно, как правило, церковные здания ориентируются встречу Солнцу, к свету. Оттуда приходит свет миру. Но это хорошо на востоке. Там четко на экваторе все. Солнце на востоке село, поднялось, на западе опустилось. Полдень на юге. У нас, в наших широтах, солнце встает летом, так вообще там на северо-востоке. А зимой бывает чуть-чуть приподнимется горизонтом на южной стороне. Поэтому церкви, конечно, ориентируются в сторону востока и на восток, но некоторые есть положения в зависимости от той ситуации, где располагается храм. И небольшое склонение может быть даже. Более того, есть такое понятие русской симметрии, когда на Рачито вот в монастырских комплексах храмы немного разворачивались, как икона, открывая нам пространство. То, которое за алтарное пространство будущего века. На здании митрополии не просто так стоит крест. Ведь там, в этом здании есть домовая церковь. Но ориентирована она параллельно и перпетикулярно существующим городской застройке. И невозможно было скособочить поставить здание нового епархиального управления вот так, прямо на восток. Ну, невозможно. Заняло бы там весь квартал, перегородило, вышло бы за красные линии. Поэтому поставили так, как это принято сейчас. И ничего в этом катастрофичного нет, уверяю вас. У нас есть точно так же и храмовые даже здания, располагающиеся в приспособных помещениях или в плотной городской застройке. И невозможно повернуть его точно алтарем на восток, потому что вот есть границы участка. Весьма ограниченного. Поэтому катастрофичного ничего в этом нет. Просто это та данность, в которой мы с вами существуем. Если бы храм стоял в чистом поле, там бы точно по компасу наверное удалось его сориентировать. Да, на случай Невский собор сориентирован правильно, потому что вокруг Невского собора развивалась вся остальная городская инфраструктура. А вот здание епархиального управления, оно, к сожалению, было поставлено в те границы, которые нам были предложены ни вправо, ни влево. Мы шага сделать не смогли. Но, слава Богу, что крест есть. Правда? Сам по себе крест напоминает нам, да? О вере нашей следовании Христу. Давайте обратимся к чтению Евангельского. Предлагает нам церковь сегодня, в этот воскресный день. Идет Великий пост. Две недельки минуло. И вот этот воскресный день нам церковь предлагает с руки из второй главы Евангелия от Марка. Пришел Иисус в Капернаум и слышно было, что он в доме. Тогда точно собрались многие так, что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, пустили в постель, на которой лежала расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, чадо, прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что это он богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узрев духом своим, что они так помышляют себе, сказал им. Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать расслабленному, прощаются тебе грехи или встань и ходи, возьми постель твою? Но, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному тебе, говорю, встань и возьми постель твою, иди в дом твой, он тотчас стал, взяв постель, вышел перед всеми, что все уже изумлялись, представляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. Евангельское чтение Великого Поста, как и любое воскресное чтение, оно всегда особым образом подбиралось с святыми отцами. Великий Пост называем школой покаяния, в то время, когда мы воздерживаемся от обилия пищи, от развлечений, удовольствий, празднеств, сосредоточек. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Помоги Господь. Вот покаяние – это желание изменения себя. Ведь очень часто мы совершенно справедливо замечаем в своей жизни многие неприятности и благости мы понимаем, что они и суть последствий наших грехов. Вот как в данном случае вот эти люди, которые принесли своего товарища, он был настолько болен, что был расслаблен, парализован, но не мог ни рукой, ни ногой пошевелить, даже и сказать-то ничего не мог. Благо, вот что есть сегодня такие друзья, которые взяли его, понесли, раскопав кровлю дома, там же крыши-то плоские, не то, что у нас там снеговой нагрузки нет, и опустили его предспасительно, видя веру их. То есть очень важно, когда рядом с нами есть люди, которые могут позаботиться о нас в духовном смысле, не только материальном. Вот проявить заботу о нас, ну сами мы даже не можем-то прийти ко Христу, так несут нас, приводят. И Господь, видя веру, и говорит этому человеку, прощаются тебе грехи. Поразительнейшая вещь, он не исцеляет его от болезни. Ну, это же очевидно, что он парализован, ему нужно исцеление. А Господь говорит, прощаются тебе грехи. И реакция, конечно, странная была. Книжники фарисеев, что это он так? Что он прощает грехи? Да кто он такой, чтобы прощать грехи? Господь говорит, что проще сказать? Вот произнести какие слова? Встань и ходи, или прощаются тебе грехи? Ну, одинаковые совершенно фразы и те, и другие по длительности произношения. Сказать, произнести, легко и то, и другое. Но всегда ли изреченное слово будет исполнено? И вот, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет право отпускать грехи, говорю тебе, расслаблюсь, встань и ходи. И он встал и пошел. И вот в этом произошедшем событии, когда человек получает сначала прощение грехов, а потом исцеление, мы видим совершенно четкое понимание того, что многие наши болезни, суть, производные наших грехов. Человек гнивает, вразожительный, болеет сердце, чревоугодничает, болит чрево, предается другим греховным страстям, и есть болезни, передающиеся этим самым путем. И каждый из нас хотел бы быть здоровым, быть красивым, удачным, успешным, богатым. Но, может быть, сначала начать нужно вот с этого покаяния, с получения от Бога прощения своих грехов. И Господь говорит, прощаются тебе грехи. Но, видите, Он не сразу дает ему исцеление после этого, а вот это обстоятельство, то, что Господь имеет право прощать грехи. Он показывает свою божественную сущность. Кто имеет право, кроме Бога, прощать грехи? Ну, чтобы вы знали, что я имею право прощать грехи. Происходит чудо. Встань и ходи, парализованный человек. Сказать не мог, перстом пошевелить, встает, берет в свою постель, кровать, эту раскладушку, и несет ее, абсолютно выздоровевший. Чудо. Но чудо-то в другом, что Бог пришел в мир. Пришел в мир, и появилась возможность у нас избавиться от своих грехов, принести покаяние, исправить свою жизнь. И вот Великий пост должен помочь нам справиться, ну, хоть с одной какой страстью, а может быть, с двумя, с тремя, вообще изменить смысл своего существования. Что он не в пище, не в удовольствиях, а источник жизни есть Бог. Вот молитву, которую мы читаем Ефрема Сирина, «Господи, владыка живота моего говорим мы, не пища является источником жизни, а Бог». И вот Великим постом мы возвращаемся. Мы чаще размышляем о своей жизни, плодом этих размышлений становится покаяние. Покаяние приводит нас на исповедь. На исповедь нам прощаются грехи, и тогда мы с полным правом будем просить у Бога, Господи, помоги нам жизнь эту прожить счастливо, сопричастным Твоей благодать. Танец святого причащения, к тому каждый христианин должен принимать участие как нужно, чаще. Будет залогом нашей участии в дальнейшем, там, в Царстве Небесном. Помоги нам, Господь. Ждем ваших новых вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова